Мне очень хотелось в этом проекте, который мы назвали «Ард-персоны», услышать творца, все, что остается за кадром творческого процесса. В нашей галерее «Ард-эко» появилась такая возможность всех встречать. Встречать, чтобы мы смогли в свободной обстановке просто поговорить между собой, поделиться своей любовью, творческим горением. Есть у кого-нибудь или карандаш, или уголек из камина? Уголек придумал, он всегда берет печать. У вас есть печать, рисует проекте? Чтобы художник мог кругу единомышленников говорить на своем языке, не ставя никаких кавычек, а вот напрямую, и мы все друг друга поймем. Спасибо. До встречи. Я думаю, что вначале было слово. Тонкие чувственные энергии. А это значит, что без теории, изучая теорию, и рождается практика. Ну, я понимаю, что мы все пришли из космоса. Это та песчинка, которая когда-то путешествовала в Новоселенной. Ничего нельзя сделать рационально. Это будет бездарное строительство, бездарная архитектура. В чем-то поддержим, порадуемся, удивимся, восхитимся. Ну, правильно. Вот это как. Да, да, да. Заразимся друг от друга. И вот эта традиция устного говорения и устного обмена своим внутренним опытом, своей энергией внутренней, она очень древняя традиция. В период еще архаики именно эта культура передачи знаний друг от друга была считалась самой важной. Я просто рисую, как бы, и вот это будет все от души искренне. Вы смотрите, я смотрю эти зрачки, и они вот сюда, как фотоаппарат, сюда выходят, через этот инструмент. Собственно говоря, именно в этот период, когда человек рассказывает, именно от себя происходит передача не только информации вербальной, но и творческой информацией, духовной информацией, и каждый, находящийся с нами в этот момент, он обогащается этим. Поэтому это своего рода такая мистерия, происходящая вот в реальности, здесь и сейчас. Я писал серии этюдов о русских городах, и один из городов, который я хотел, мечтал все время попасть, это был древний город 13 века, Старый Рязань. Я приехал на это место, стал писать, я написал серию этюдов, и понял что-то, что-то понял, что вот там что-то в пересечении, как мы называем, лучей. Оптимизм в этой логике жизни заложен, что мы должны, неважно, верим мы это что-то или не верим, но по логике заложено, что мы должны это делать. А делаем, вот вы свое художество делаете, я свое художество. Я не могу этого не делать, вот не могу и все. Которое происходит только тогда, когда состоится данный, когда мы делимся данным опытом, вот здесь и сейчас данный момент. Собирались все, признакомились. Вот, наконец, к нам сегодня пришел Вадим Овсяников, наш коллега, замечательный художник, человек, который сделал удивительную вещь для нашего времени, художественную мастерскую, подобно тому, как в свое время было у Саввы и Пламутова. Художник любит свою родину, любит природу и то место, где он сейчас живет, а именно Рязанскую область. Он ее привел в то место, где он живет, в общем, действительно, кладезь русского творчества. Дом его похож и, можно сказать, даже является копией того, что было раньше. Наверное, ощущение сопричастности к чему-то великому. Это великое, это я изучал, смотрел, познавал, откуда эта величавость происходит. Я этого искал и нашел. Вадим действительно уникальный человек для нашего времени, подобный Леонардо да Винчи, который все хотел и умел. И вот Вадим сегодня с нами, он нам все это расскажет. И мы с удовольствием послушаем и порадуемся вместе с ним. Вот, начнем. Спасибо большое. Спасибо.